В час ночи движение по проезжей части заводского шоссе в районе дома номер 15 открыли в оба направления. Специалисты профильных служб произвели необходимые работы в части устранения утечки из инженерных коммуникаций и провала дорожного покрытия. Пока покрытие восстановлено по временной схеме, в городскую администрацию уточнили, что по постоянной схеме благоустройство локаций выполнят после начала дорожно-строительного сезона, когда установится благоприятная погода. В новом бассейне в Куйбышевском районе прошел очередной бесплатный мастер-класс. Его провела тренер Самарской школы Олимпийского резерва номер 8 Татьяна Клементова. Мастер-класс посетили 25 человек разных возрастов. Татьяна рассказала о техниках плавания, провела тренировку в воде. Уже этой весной спортивный комплекс откроют для жителей района. Сейчас в бассейне проводят тестовые мастер-классы и тренировки для спортсменов школы Олимпийского резерва номер 8. Крылья Советов возобновили подготовку к весенней части чемпионата. Как сообщили в пресс-службе Волжского футбольного клуба, на учебно-тренировочный сбор молодежной сборной вызвали Никиту Салтыкова. В конце недели Кирилл Печенин и Егор Карпицкий присоединятся к национальной сборной Беларуси. Амар Рахманович сыграет за сборную Боснии и Герцеговины. Остальные игроки продолжат тренироваться в Самаре. В Самарском парке Молодежный может появиться зеленая зона. В этом году стартует третий этап реконструкции парка по федеральной программе формирования комфортной городской среды, реализуемой по решению президента Российской Федерации. Сам парк разбит на четыре зоны. Есть так называемые шумные зоны, там находятся детские площадки. Есть зоны для людей среднего возраста. В этом году появятся спортивные зоны. И, возможно, появятся также зеленые зоны, там, где храм. Никаких активностей там не предполагается. Планируют сделать обрезку деревьев, вырезать сухостой, обустроить тропинки, лавочки и освещение. Жительницы Самарской области рассказали, какие самые безрассудные поступки они совершали ради мужчин. Первое место занимает ответ «вышла замуж» 14% опрошенных. 6% опрошенных считают главным безумством переезд. 3% ради мужчины ездили в другие города и страны. 2% назвали главным безрассудством свою влюбленность. Также 1% опрошенных признали, что брали кредиты на свое имя, прощали измену, увольнялись с работы по прихоти мужчины, гласят данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы. В России работает более миллиона камер видеонаблюдения. Каждая третья задействована в системе распознавания лиц. Как отметил министр цифрового развития России Максут Шадаев, камеры следят за безопасностью в местах проживания, в общественных местах, на объектах транспорта, на дорогах. По его словам, многие камеры способны распознавать лица, а камеры на дорогах автоматически распознают номера. Глава Минцифры также сообщил, что в 14 регионах ведется внедрение системы обработки фото- и видеоизображений дорог и объектов благоустройства.